Депутаты вернулись с каникул и приступили к работе. И пусть на сайте парламента еще не публикуют повестку дня спикера и его замов, мы-то знаем, в стране с осенне-зимней сессии начинается новый политический сезон. Практически все аналитики уверены, что он будет жарким. К традиционно межфракционному противостоянию добавляется конфликт на уровне президент-парламент. Да и могло быть иначе, если главе государства, например, запретили проводить референдум. Впрочем, это совсем не единственный повод. Так какой она будет? Это политическая осень. Насколько богатый урожай событий и явлений нас всех ожидает. А главное, как это скажется на жизни простых граждан, которых мы именуем просто, но емко молдавский народ. Будем разбираться принципиально, потому что вы смотрите «Дело принципа». Здравствуйте. Как обычно, я вам представляю сейчас моих гостей. Влад Батрынча, депутат, исполнительный секретарь партии социалистов Республики Молдова. Добрый вечер. Добрый вечер. Евгений Никифорчук, тоже депутат, но от Демократической партии, заместитель генерального секретаря Демократической партии Республики Молдова. Паритетный такой у меня сегодня состав. Я рассчитываю на то, что у нас с вами получится интересный разговор. Ну и первый вопрос. Конечно же, он ожидаем. Ваши общие прогнозы на эту политическую осень. Кто и с кем будет бороться и чего нам ожидать? Евгений. Добрый вечер еще раз. Ну, во-первых, мы ни с кем не собираемся бороться. Мы хотим работать на благо гражданского общества, на благо молдавского общества. Этим будут заниматься и составляющие депутаты, которые составляют большинство в парламенте, этим будет заниматься правительство Республики Молдова. У нас есть два главных приоритета на этот период. Первый – это повышение уровня жизни наших граждан Республики Молдова. И второй – это продвижение реформ, которые мы начали. Они будут у нас, опять же, приоритетными. Поэтому бороться мы ни с кем не собираемся. Те здравомыслящие силы, которые есть в парламенте, если захотят вместе с нами работать на повышение уровня жизни наших граждан, мы всегда их приветствуем, мы будем открыты. Те, кто захотят бороться, начать преждевременно предвыборную кампанию и проявлять себя только в пиар-акциях, мы это не приветствуем. Но это, конечно, решение каждой политической партии, каждой фракции в отдельности. Других задач, кроме как улучшать благосостояние нашего народа, у нас нет. А с оппозицией будете бороться по каким-то вопросам, по каким-то темам? Мы будем предлагать законопроекты, мы их будем продвигать. Если наши оппозиционные партии будут с нами согласны, мы готовы с ними обсуждать. Противостояний в вопросах, которые касаются развития Республики Молдовы, мы не видим. Мы полагаем, что все политические партии пришли в этот парламент для того, чтобы сделать жизнь лучше, чтобы поднять экономические показатели, чтобы сохранить стабильность и спокойствие в нашей республике. Поэтому, еще раз повторюсь, мы ни с кем противостоять не будем. Мы, наоборот, призываем всех к объединению, для того, чтобы мы смогли единым фронтом совместно все работать на благо нашего общества. Господин Батрынч, смотрите, какая власть досталась вам в качестве оппонента. Они не собираются ни с кем бороться, то есть они настроены достаточно миролюбиво. Давайте вначале вы ответите, как вы видите этот политический сезон. Понятно, что у власти выгодна тишина, потому что и деньги любят тишину, понятно, что им нужно спокойствие. У нас повестка дня по-прежнему все та же. Мы считаем, что за последние 2,5-3 года произошел ряд событий, которые требуют очень четких решений. Именно поэтому президент республики вышел с инициативы референдума. Здесь речь идет, конечно, и о хищении миллиардов. И на референдуме люди должны были ответить на вопрос, согласны ли они с законом, которые переводят украденные из банковской системы миллиарды в публичный долг, потому что сегодня это уже публичный долг. Мы видим, что реальные деньги не возвращены. Мы видим, что кто-то просто предпочитает эту ситуацию подчуть забыть. Мы это позволить себе не можем. Это первое. Второе. Мы видим очень жесткое нагнетание геополитической ситуации. Мы видим, что наша нынешняя власть вписалась в очень большую геополитику. И мы видим, что американцы наращивают натовское присутствие в Украине, в Румынии. И пытаются затянуть в ту же программу и Республику Молдова, что очень опасно в свете той ситуации, что нам нужно объединить страну. И мы видим нагнетание ситуации, нагнетание напряжения. Есть и другие проблемы. И главная проблема, пожалуй, что жизнь людей за последние 7-8 лет не то что не стала хуже. Уровень жизни упал у нас. Очень много проблем в пенсионной системе, в здравоохранении, в образовании. Именно поэтому мы, социалисты, последовательно выступаем за Роспуск парламента. Сегодня мы провели еще одно заседание фракции. У нас есть порядка 60 законопроектов, которые мы зарегистрируем сразу же с началом работы парламента. Но это инициатива, касающаяся социальной политики, налоговой системы. То есть то, что можно сделать в нынешних условиях, чтобы немножко улучшить жизнь. Но у нас, безусловно, нет оптимизма в части того, что в данном парламенте нам получится решить большое количество проблем. Поэтому главным приоритетом нашей фракции мы сегодня видим отставку правительства. Потому что это самый оперативный, самый быстрый способ к досрочным парламентским выборам. Это первое. И второе, на чем я хочу закончить вступление. Мы считаем, что в ситуации с референдумом, инициированным президентом республики, последнее слово не сказано. Мы инициируем массовые протесты, которые начнутся с 24 сентября. И мы найдем формулу, по которой мы будем настаивать на тех вопросах, которые собирался и собирается поднять президент на этом референдуме. Я благодарю вас. То есть, получается, что вы все-таки бороться намереваетесь. Да, наша задача, данная власть должна уйти. И мы предлагаем абсолютно другую модель республики Молдова. Я поняла. То есть, вы очертили свое видение этой политической осени. Теперь давайте, если позволите, по предполагаемым каким-то событиям, которые непременно будут. Это осень, многие аналитики уже назвали осенью протестов. Господин Микифорчук, вы же знаете, что планируется 17-го, проваливаться 24-го, о котором Влад Батрынча начал, в принципе, говорить. Вот скажите, пожалуйста, насколько вы полагаете, вот эти протесты, когда выйдет народ на улицы, они опасны для власти? Как вы оцениваете? И чем они, по вашему мнению, закончатся? Ну, смотрите, кто-то должен работать, так было всегда, а кто-то должен кого-то развлекать. Или отвлекать внимание от своей несостоятельности в решении определенных проблем. Что бы оппозиция сегодня нам не говорила, но с 20 января 2016 года, с тех пор, как премьер-министром был избран господин Филипп, представитель демократической партии, уровень жизни наших граждан, экономическая ситуация стабилизировалась, социальная, политическая ситуация стабилизировалась, уровень жизни наших граждан, зарплаты, может, они немного, но они росли. То есть это говорит о том, что путь, выбранный правительством, он правильный. Я не могу не отметить, что даже за прошлый год, когда мы практически были изолированы от внешних наших партнеров, о финансировании имеем в виду, то есть мы смогли за этот период собственными силами увеличить зарплату учителям, увеличить пенсии в прошлом году. Также в этом году, вы знаете, с 1 сентября уже были увеличены зарплаты учителям на 11%, также в этом году были опять увеличены пенсии на 7%, также в 2016 году были увеличены, в пример, в среднем на 20% зарплаты в сфере медицинских услуг, то есть врачам. Это все результаты, это реальные результаты, которые делало правительство на протяжении этого года. Поэтому говорить, что ничего не делается, это, конечно, сложно. Но вот протестом, в этой ситуации, когда действительно власть стабилизировала ситуацию, когда власть контролирует ситуацию в стране, когда нет сегодня массового недовольства, естественно, что политические партии, которые находятся вне власти, они теряются. Они ничего предложить не могут, у них нет никаких конкретных шагов, кроме как протестовать им ничего не остается. Но я хочу, чтобы вы обратили внимание, что после 20 января 2016 года мы имели протесты в количестве 30-40 тысяч граждан протестовали в то время против правительства. Сегодня же мы видим, что внепарламентские партии, парламентские, которые участвовали на протестах, они смогли собрать при полной мобилизации порядка 50-100 граждан у здания парламента. То есть это говорит о том, что сегодня граждане доверяют власти, сегодня граждане видят реальные изменения и в борьбе с коррупцией, к которой мы, может, еще вернемся в этой передаче. То есть это конкретные шаги, которые люди это видят и чувствуют. Поэтому сегодня протестовать никто не хочет. Люди сегодня добровольно не выходят. Я не исключаю, что в результате подкупа или других каких-то манипуляций они выдадут определенное количество граждан. Но добровольно сегодня собрать людей, которые бы протестовали против власти, этого нет. То есть власть не боится этих протестов? Мы абсолютно не боимся. Мы уже это прошли. Эти угрозы мы уже слышали не один раз. Но мы будем продолжать работать. Мы будем продолжать работать результативно для того, чтобы это все было... Люди это все видели, понимали, чувствовали на себе. Поэтому и результаты есть. Я хочу еще один факт заметить, что только за 8 месяцев этого года бюджет Республики Сбор и госбюджет составили порядка 25 миллиардов лей. То есть это порядка на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. И это даже перевыполнен план за эти 8 месяцев примерно на 1,5%. То есть более чем на миллиард лей мы перевыполнили план. То есть это те деньги, которые мы сможем использовать на развитие инфраструктуры, на развитие социальных объектов, на повышение пенсии и зарплат. Конечно, все это не может радовать оппозиционной партии, потому что... То есть и поэтому они созывают протесты? Естественно. Им надо привлечь на себя внимание, опять отвлечь граждан от того, что происходит в стране, запустить опять какую-то утку для того, чтобы как-то проявить себя и появиться на телеэкранах. Господин Батрынча, видите, вот какая оценка? Да, очень-очень хорошая оценка, очень красивая. Поэтому я хочу сугубо по цифрам пройтись, чтобы нас поняли и наши телезрители, которые, может быть, не ощутили повышение своей... Телезрители сейчас посмотрят и скажут, господи, мы в разных странах живем. Повышение своего уровня жизни, да. И не наших участников программы, да. Вот как наше правительство традиционно на протяжении последних 6-7 лет спекулирует цифрами? Если в 2009 году средняя зарплата была 3400 леев, и в долларах это было 293-294 доллара, да, при курсе доллара 12 леев, да, то сегодня средняя зарплата по республике, которая гордится правительству, это 4500 леев, вот я посчитал, у меня перед свой калькулятор, 249 долларов, 250 долларов. То есть за последние 7 лет средняя зарплата в долларовом, либо евровом эквиваленте, она упала на порядка 20-25%. И мы ведь говорим о том, что продукция, которую приходит в страну, а мы сегодня привели к тому, что сегодня в страну приходит больше продукции, нежели у нас экспорт. Это продукция приходит в долларах и в евро. Первое. Второе, в чем бы я хотел скорректировать, Евгения, когда мы говорим о 7% повышении пенсии, это не повышение, это индексация. Индексация это обычная математическая процедура, когда приводят, допустим, пенсии, либо другие социальные выплаты, приводят в соответствие с инфляцией. Потому что правительство и Национальный банк каждый год планируют инфляцию. Так вот, при уровне инфляции в 15-17% в год, потому что лей у нас был нестабилен последние годы, вот мы говорили от 12 леи, он дошел до 20, но сейчас вернулся чуть ниже, к 18 леям. В этих условиях инфляция росла значительно быстрее, нежели она планировалась с Банком и правительством. И поэтому повышение так называемой пенсии на 7% оно даже не покрывает эту инфляцию. И поэтому говорить о реальном улучшении жизни не приходится. Я хочу еще раз объяснить, почему происходит то, что происходит. И почему невозможно привести эти цифры к нормальному соответствию. По одной простой причине, невозможно те хищения из банков, которые привели к падению лея и к беспределу полному на банковском, на валютном рынке невозможно, конечно, скрыть все последствия без того, чтобы не вернуть все деньги. Демократическая партия, когда возглавила единогласно правительство, они отпустили спокойно Драгусана, директора Нацбанка, который участвовал в том, в чем участвовал, и спокойно перевели украденные миллиарды государственные в правительственный долг. И, соответственно, это сказывается на уровне жизни граждан. Поэтому люди сегодня возмущены именно этой ситуацией. И президент вышел конкретно. Давайте спросим у народа, люди хотят возвращать. Беда еще знаете в чем? Потому что те 14 миллиардов леев, которые были кредитованы и сейчас были переведены в национальный долг, в публичный долг, они же взяты еще на 25 лет. А за 25 лет эти 14 миллиардов превращаются в 25. Поэтому люди хотят справедливости. Люди хотят, чтобы власть реально показала всех действующих актуров и реально вернула деньги назад. Люди хотят справедливости. Да, Влад, если можно, вопрос был о протесте. Посмотрите, они говорят, что вообще люди не собираются выходить на протесты. Если они будут, то их собираются подкупить. Их будет очень мало. Я правильно излагаю аргументы? Да. Вот что вы можете сказать по этому поводу? Ну, мы, социалисты, никогда не занимались ни подкупами избирателей, ни подкупами людей. У нас инструменты были всегда очень простыми. Это коммуникация с людьми. В 2014 году мы взяли первый результат на парламентских выборах, имея в руках только газету. И не имея денег, ресурсов и так далее. Нам не нужны деньги для того, чтобы... Да, и те деньги, которые американцы выделяют на борьбу с так называемой российской пропагандой. Поэтому мы можем спекулировать сколько угодно, но люди в конечном итоге недовольны. И в конечном итоге мы видим, что в республике Молдова осталось порядка 2,5 миллионов человек. И те люди, которые остались, они хотят лучшей жизни. Поэтому у нас, социалистов, не просто критика. Мы не только протестуем. Мы единственная оппозиционная партия. У нас на сайте партии, по срм.мд, у нас четко опубликована 2 года программа социально-экономического управления Республики Молдова. У нас есть команды и люди, которые могут реально обеспечить нормальное функционирование правительства и всех остальных структур. Проблема с геополитическими перекосами, конечно. Вот, я прошу прощения, это мой следующий вопрос, поэтому позвольте его задать. Пожалуйста, немножко добавлю. Коллега подчеркивает, что за последние 7-8 лет нынешней власти и так далее. Я хочу, чтобы социалисты говорили достаточно открыто и справедливо, что удержаться этой власти, правительство, которое было во главе с Владом Филатом, которое было позволено многое и в итоге привело к чему привело. Социалисты были те, которые способствовали, потому что на период, когда голосовали за Тимофтия, если бы нынешний президент Додон не поддержал бы кандидатуру, то это правительство было бы распущено, были бы назначены досрочные выборы. В итоге досрочных выборов, возможно, Филат больше не был бы премьер-министром, и нам бы удалось избежать этой ситуации. Поэтому никто ответственность себя не должен снимать и говорить открыто, что на тот период социалисты думали далеко не о стране, они думали о личных интересах, потому что на тот период для социалистической партии, которая сформировалась в размере трех депутатов в парламенте, идти на выборы было катастрофически нежелательно, потому что они бы тогда не пошли в парламент, у них бы не было никакого политического будущего. Поэтому на тот период социалисты думали о себе. И они и сегодня думают о себе, просто это уже приносит в другой форме. Я поняла. Я по минуту даю вам на реплики. Влад, теперь вам дам. Я уже вижу. Мне очень нравится эта риторика. Боялась, что будет пинг-понг, так и есть. После того, как распилили с Владом Филатом, Влад Филат сюда, генеральную прокуратуру демократам, те проголосовали за него три раза премьер-министром, зная всех нарушениях. И после этого еще говорить о том, что в этом виноват социалист, но это несколько нелепо. Да, Додон с гречаной командой мы построили с первую партию в стране. Построили ее сами, построили кропотливо и так далее. У нас есть своя повестка дня. И сегодня в нашей повестке дня стоит убрать ту власть, которая замечательно пилила страну свои последние 7-8 лет. То, что вы сегодня пытаетесь отморозить от Филат, это классно. Вы взяли партию, которая уже существовала, вы ничего не строили, вы ничего не созидали. И какой был рейтинг у этой партии? Не важно, какой он был. Если бы вы на тот период пошли в набор, то вы набрали тот же результат, который набирал Смирнов. И мы построили свою партию и свою команду, которая сегодня первый рейтинг в стране. Да, благодарю вас. И перехожу к теме, выборы всегда все показывают, это правда. Переходим к внешнеполитической деятельности. У меня вопрос, в принципе, очень простой. Он волнует, на самом деле, очень многих наших телезрителей. И ни для кого не секрет, что по-разному видят и президент, и правительство, и правящие коалиции, я бы даже так сказала, насчет развития внешнеполитической деятельности в Республике Молдова. Как вы полагаете, вот эта политическая осень, продолжится это противостояние насчет векторов, которые существуют, насчет видения? Либо все-таки, я не знаю, есть шанс вдруг какие-то точки соприкосновения. Господин Батронич, сейчас вы. Ну, не, ну, очень четко ощущается, что после визита Владимира Плохотнюка в мае этого года, вот Вашингтон, это очень распиаренная встреча, нас очень четко американцы вклинили в большую геополитику. Вернулся оттуда, отправил пять дипломатов. Впервые в истории Республики Молдова были изданы из страны. После этого попытка введения цензуры, попытка введения цензуры на телевидение. Вот эти все пакеты документов, законопроектов о запрете телевидения, вещающих из Российской Федерации и так далее. Очень четко видно, что нас американцы ведут по украинскому сценарию. Нынешняя власть, она, к сожалению, приняла полностью эти правила игры. И понятно, что за этот счет у нас сегодня абсолютное большинство общества, которые выступают все же такие за близкие, за интеграцию экономическую, социальную, универсальную с Российской Федерацией. Безусловно, граждане успят против этой политики. Это очень опасно в свете реинтеграции страны, в свете возврата Приднестровья. Это создает напряжение в республике, это создает панику среди людей, потому что проводятся секретные учения с НАТО, которые явно наносят ущерб нейтралитету нашего государства. И поэтому та политика, геополитика, которая сегодня пытается проводить наша власть, точнее, демократическая партия, она очень опасна для республики Молдова. Республика Молдова не должна быть пешкой в геополитической игре. Если мы говорим о наших отношениях с восточными партнерами, то мы говорим о экономической ассоциации, мы говорим о нашей торговле, об интересах наших людей. А здесь, к сожалению, нам навязываются, тут у нас десятки организаций получают гранты на борьбу с так называемой российской пропагандой. Наплодили здесь всевозможное количество экспертов, всевозможное количество всякого рода аналитиков, которые прокачивают тему, и, безусловно, тема опасна для того хрупкого мира и той хрупкой гармонии, которая есть в Маконострове. Если я правильно понимаю, вы считаете, что это противостояние продолжится? Мы глубоко уверены, знаете, как американцы уже никого просто так не отпускают. Мы глубоко уверены, что они будут и дальше проводить ту повестку дня. Нам здесь будут продавать антироссийскость, будут требовать от нынешнего парламентского большинства определенных законов, то есть будут вести по украинскому сценарию. Но мы видим, к чему это привело к Украине, и мы выступаем в том числе за досрочные выборы, что нам не нужны вот такие сценарии. Господин Микифорчук, вы тоже сейчас о внешней политике. Если можно, с точки зрения внесения в повестку дня возможности той самой резолюции, инициатором которой стало правительство, и премьер говорил, что мы непременно сделаем все для того, чтобы резолюция по поводу вывода российских войск с территории Приднестровья, чтобы она увидела свет. Вот как будет развиваться ситуация? Власть пойдет до конца? Что будет делать власть? Во-первых, я хочу опять подчеркнуть, что никаких противостояний не будет. Сегодня у нас парламентская страна, и внешнеполитический вектор республики определяет правительство, определяет парламентское большинство. Если у президента есть свои личные какие-то взгляды, они, наверное, при нем и останутся. Мы не будем менять курс европейской интеграции республики Молдова. Мы так и будем выполнять пункты, которые записаны в договоре об ассоциации. Мы сегодня, уже у нас есть одобренная фаиди паркурс, как правильно перевести? Дорожная карта. Дорожная карта. Вторая дорожная карта, которую мы согласовали с нашими внешними партнерами. И республика Молдова будет развиваться по европейскому пути, так, как пожелали граждане в ходе выборов 2014 года. Поэтому никаких пересмотров не будет, и никаких дебатов по этому поводу тоже не будет. А с Россией вот как будем отношения строить, если все-таки эту резолюцию принимаем? Ну, а что значит? Мы эту резолюцию, мы ничего не потребовали нового. Это те обязательства, которые взяла на себя Российская Федерация, если я не ошибаюсь, в 99-м году в Стамбуле. Поэтому мы просто напомнили, что есть нерешенный вопрос, который мы считаем как представители партии, которые, и в том числе и социалисты, которые именуют себя партиями, которые называют нашу республику независимым, суверенным государством, которые выступают за нейтралитет нашей страны. Мы не понимаем, как они могут в этой ситуации одобрять тот факт, что на территории Республики Молдова находятся в Росканах. А их рано? Американские войска и НАТО, с которыми влучшение проводят они? Их нет в Республике Молдовы, и они не находятся здесь 25 лет. Это раз. Во-вторых, мы, естественно, что будем требовать вывода российских войск. И я хочу, чтобы телезрители понимали, что их немножко вводят в заблуждение, наши политические оппоненты. Мы не собираемся просить вывода и не просим миротворческих сил. То есть мы должны понимать, что миротворческие силы должны быть. Да, мы разъясняли в программе этот момент. Их желательно перевести под международный мандат. Да. Убрать с наших дорог броневики и так далее, которые в мирном, суверенном государстве... Нет, вот в декларации МИДа, Евгения, я вам помогу, говорилось о том, что должны уйти те люди, которые охраняют склады, вот и другие, но не миротворцы. Говорили, правда. Но у меня-то вам только один вопрос. Как вы полагаете, вот учитывая реакцию российского МИДа, который уже высказался и попросил пересмотреть, и сказал, что это скажется на двусторонних отношениях, это ухудшится отношение с Россией или нет? А почему это должно сказаться на двусторонних отношениях? Ну, Россия так считает, они так считают, они ошибаются. Мы считаем, что мы ничего нового не придумали. Мы просим просто соблюдения тех международных норм, которые на себя взяла Российская Федерация. И мы считаем это нормально. То есть, если эти договоренности были достигнуты один раз, они были взяты на себя, и определенное количество войск уже было вывезено, то есть фактически этот процесс приостановлен, он уже начат. Мы хотим развиваться как независимое, суверенное государство, в котором не должно находиться на территории нашей страны, и должны находиться войска других стран. Поняла. Вот точка зрения такая. Говорит, не ухудшится отношение. Понятно, мы эту точку зрения неоднократно слышали от либералов и лично от Михаила Гемпу. Давайте очень четко. В начале 90-х годов был конфликт на Дистре. В соответствии с истамбульскими договоренностями остался миротворческий контингент, российский, и мандат получил формат 5 плюс 2. С тех пор, к сожалению, мандат вот этот 5 плюс 2 не дал результатов по причине того, что у властей из Кишинева не было очень четкого намерения, желания последовательной политики объединить страну. Вопрос вывода миротворческого контингента целиком полностью зависит от урегулирования Приднестровского конфликта. Я бы даже не назвал конфликта, от урегулирования этого вопроса. По одной простой причине. Наш народ был поделен политиками и радикалами. Это один народ, это одна страна, это одна экономика. И нам выгодно объединиться. Но та риторика, которую нам сегодня навязывает Запад, в первую очередь американцы, потому что демократическая партия приняла решение сделать эти громкие заявления, прекрасно зная, что они не приведут к выводу миротворческих войск, она и сделала исключительно, чтобы понравиться американцам. Но это дало основание всем заинтересованным силам в Приднестровском регионе развязать целую кампанию. А вот там Кишинев, вот что вытворяет и так далее. Мы, социалисты, видим следующий статус. Мы видим планы, и президент его объявил, 2020 новый парламент создаст условия для объединения страны. Это будет выгодно всем, потому что сегодня один регион дотационный из Европы, с Запада, второй регион дотационный с Востока, и это не имеет никакой перспективы. И лишь тогда, когда Кишинев с Террасполем найдут общий язык, когда наши люди примут единственное верное, целесообразное экономическое, историческое решение объединить страну, тогда у нас не будет необходимости ни в каких миротворцах. Ни в миротворцах российских, ни в миротворцах Запада. Ну нет таких необходимостей. Но мы должны понимать, что нейтралитет состоит не в выводе миротворческих войск, а нейтралитет состоит в непроведении военных акций. Мы не говорим о миротворческих силах. А их весь мир называют миротворческими. Мы говорим о остатках 14-й армии, которые находятся незаконно на территории Республики Молдова. Вы в вашем разговоре до сих пор говорили миротворческие силы. Мы не говорим, миротворческие силы мы должны заменить на международный контингент, как это было бы в любой цивилизованной стране, если есть какой-то конфликт. Но мы говорим о действующей армии Российской Федерации, это остатки 14-й армии. Почему вы не предприняли усилия по объединению страны? Вы скажите открыто, мы против того, чтобы Российская армия выходила из территории Республики Молдова. Я говорю открыто, что мы за объединение страны. Но с вашей властью, которая играет в эти игры, с НАТО, с Америкой и так далее, мы никогда не объединим страну. И вот вы за последние 7-8 лет ничего не сделали. Более того, запрещая российские телевидения и так далее, вводя эту цензуру, унижая людей, понятно, что они там, у них тоже есть своя элита в Приднестровье. И эта элита не хочет возврата в состав Молдовы. Эта элита не хочет. И все эти ваши месседжи, они играют на руку именно этим элитам. Вы опять не договаривайтесь, потому что вы говорите ваша власть. Но ваша власть, Зинаида Петровна Гречаная была премьер-министром Республики Молдовы, господин Дадон был вице-премьером. Да, они были ответственны за экономический блок. И что, какие шаги были конкретные приняты для воссоединения страны. Что они сделали больше, чем делает сегодня страна. То, что мы сегодня заявили о том, что мы за независимость нашей страны. Да, мы маленькая страна, но у нас есть народ, у нас есть суверонитет, у нас есть своя гордость. И за свою независимость мы будем бороться. И мы это сказали четко. И вы сразу начинаете упрекать, что у нас с кем-то что-то испортится. За какую независимость вы говорите? Не должно ничего портиться. А ваши руководители, вашей партии, они тоже были у власти. Они абсолютно ничего не сделали на тот период. А на тот период, когда Зинаи Трофе была грешаной, вообще не было никаких переговоров. Сегодня формат 5 плюс 2, он абсолютно живой формат. Сегодня есть дискуссия, сегодня есть межрегиональные комиссии, которые они работают. И это есть. 5 плюс 2 уже очень много месяцев вообще не собирается. Но это другое. Но это другое. Когда сменился президент, когда наш уважаемый президент поехал на второй же день в Приднестровье поздравлять, вот у нас в этом все остановилось. Я могу только гордиться руководителями нашей команды, потому что Зинаи Трофе на Гречане, будучи лучшим премьер-министром и Додон экономический блок, они выплатили по цифрам. Я вам могу привести все цифры. Я предлагаю вам все-таки вернуться к сегодняшнему, потому что мы можем очень долго вспоминать. внешних долгов Республики Молдова, которые вы за 7-8 лет увеличили в 5 раз. И эти люди реально обеспечивают лучшую уровень жизни. Мы должны быть привлекательными. Скажите, сколько километров дорог было капитально построено и отремонтировано при госпожей Гречаной? Я вам закопаю. Кто будет возвращать те долги, кредиты, которые за 7-8 лет вы набрали? Мы должны развивать экономику страны. Если вы обратите внимание, любой предприниматель, какой бы он маленький ни был, он начинает свой бизнес в основном от кредита. Сколько новых предприятий вы создали? И сегодня предприниматели, я говорю в целом, хочу обобщить вопрос, чтобы вы понимали. Я вам скажу сейчас. Сегодня человек, когда хочет развиваться, он берет кредит, потому что это ему дает толчок, дает старт. Поэтому сегодня брать кредиты для развития Республики Молдова для увеличения стабильности, для стабилизации экономики Республики Молдова, для того, чтобы сюда было не страшно приходить инвесторам, а им сюда будет не страшно прийти только, когда здесь будет спокойствие, а не то, что вы хотите сделать протесты. Вот вы и хотите отпугнуть и инвесторов от этой стороны. Вы не хотите рабочих мест, вы не хотите увеличения уровня жизни гражданам, потому что вы хотите захватить власть. У вас единственная цель власть, дорваться к власти. А у вас цель не власть, да? У нас цель сегодня... Я прошу прощения, буквально два маленьких уточнения, чтобы мы были предметными. 2008-2009 год, Додон-Гречаная, Гречаная-Додон, 900 миллионов евро прямых инвестиций в Республики Молдова. 2016 год, 180 миллионов, 2017 год, 170 миллионов. Они за год привели в 5 раз больше инвестиций в страну, чем вы. Эти цифры, вы, наверное, собираетесь в ваше политбюро, и вы их рисуете. Эти цифры на сайте Национального банка вы можете ознакомиться. Мне интересна позиция. У вас, Виктор Молдова, оскорбуйте ваш прошлый год при экономическом росте в 4%. Я прошу прощения. Сколько предприятий инвестиций? Евгений, Евгений, Евгений. Вы можете отдать обо мне? Всемирный банк прогнозирует рост экономики. Я бы вас не перебивала двоих, если бы ваша дискуссия касалась сегодняшнего дня. Мы говорим о новом политическом сезоне, поэтому я полагаю, что на прошлом мы можем говорить долго. Я сейчас хочу поговорить, вы говорите, что про российские силы, все такое. А как вы оцениваете мнение очень многих аналитиков по поводу роста унионистских настроений в стране? Вот смотрите, они говорят, что скоро 2018 год, ну вы знаете, что это за дата. Вы не чувствуете опасность со стороны унионистских организаций для государственности страны? Я хочу сказать, что... Нет, но чувствуете или нет? Если республика Молдова будет процветающим государством, нам ничего не страшно. Для того, чтобы наша республика стала по-настоящему европейским процветающим государством, нам нужно сохранить мир на нашей территории, спокойствие и создать благополучие здесь. Поэтому нам ничего не страшно. Когда в стране будет раздрай, когда определенные силы захотят протестовать из-за чего-то, другие будут вызвать граждан еще из-за чего-то, то настроения будут расти разные. Как вы по поводу роста унионистских настроений? Они опасны? Я считаю, что роста катастрофического или угрожающего роста унионистских настроений у нас нет в стране. Даже по последней переписи, то есть более 80% граждан, они себя считают... Но увеличилось с 2% до 15% унионистские настроения в 7,5 раз. И продолжают расти. Но они увеличились с 2009 года. Гене считает, что это не страшно. Я могу предположить, что они увеличивались с 2001 года, с 2008, с 2007, 2009. Нет, я сравню с 2015, 10 лет. Влад, а вы как? Вы все время боретесь с унионизмом? Это очевидно. Я думаю, что людям не надо об этом ничего не говорить. Потому что когда все правительство инкорпори выезжает для выездного заседания в Румынию и заседает с правительством Румынии, мне напоминают, знаете, как к вассалы, к феодалу, когда здесь существуют зарегистрированы десятки и сотни унионистских организаций, и Министерство юстиции спокойно это регистрирует. Это Константинский суд, где 6 граждан Румынии говорят, что это их право на воле изъявления, на свободу мнения и так далее. Мы пишем в Генеральную прокуратуру о том, что вандализировали флаг Республики Молдова на площади, вырезали его и так далее. И Генеральная прокуратура отвечает, что это свобода мнения человека, это никак не нарушает, и это не является оскорблением государственных символов. Когда мы видим, что делается в нашем КСТР, когда мы видим, что делается в парламенте и так далее, где отчетливо говорится о том, что Румыния является нашей перспективой и будущим, конечно, это вызывает рост унионистских настроений. Это пугает большинство граждан. Даже вот Евгений говорит, что 80% не хочет этого. Если 80% не хочет этого, то зачем им это навязывать? И мы полностью, у нас есть секретные договоренности, секретные соглашения с румынским МВД. То есть они в случае необходимости жандармы могут войти. Есть такие же секретные соглашения с Министерством обороны. Румыния – это соседнее государство. У нас с Румынией нет тратата договора о границе, который они отказываются подписывать. Соответственно, если мы говорим о независимом, суверенном государстве, давайте, Евгений, вы хорошо живете и работаете с румынским правительством, с румынскими властями. Ну, как-то убедите их подписать договор о границе. А сегодня у нас договора о границе даже нет. Понимаете? И, соответственно, это реальная угроза. Это реальная угроза. Руководство Российской Федерации вывести войска. Я думаю, это вам под силу. А, так вы чините. То есть президент так часто туда едет. Если наши министры едут как вассалы, то я хочу спросить, тогда президент три раза на неделю туда как кто едет. Ну, это вам. То есть вам, вы считаете, что... Это зависимое государство, которое должно, любое нормальное государство, в первую очередь, должно жить замечательно с соседями. У нас есть два соседа. Есть Украина, есть Румыния. Я лично ничего не против. А почему здесь живет нормально? Правительство идет туда заседать. Если бы у нас было и совместное заседание с украинским правительством. Если это будет способствовать налаживанию двухсторонних отношений. Если это будет способствовать экспорту, импорту и созданию определенных условий для развития бизнеса. Если это будет способствовать повышению уровня жизни наших граждан, я не вижу никаких проблем создавать эти заседаниями рабочие группы, комиссии и так далее. Никто никуда не едет как вассал. Мы никогда не оспаривали суверенитет и независимость нашей страны. Поэтому, если мы хотим наладить ситуацию экономическую республике и стране, понять уровень жизни, мы будем встречаться со всеми теми, кто будет способствовать росту экономики Республики Молдова. Рост уровня жизни граждан Республики Молдова. Мы будем работать со всеми. В первую очередь с нашими соседями. Евгений, очень просто. Абсолютное большинство молдавских граждан хочет добрых, хороших отношений с Российской Федерацией. И вы просто это закрываете. Второе. Клаус Виханис и все те министры, с которыми заседали ваши министры, они очень четко говорят, что Республика Басарабия должна вернуться в состав Великой Румынии. Это является большой угрозой нашей национальной безопасности. И сегодня то, что они проводят, и фактически вы им это позволяете, они медленно, но верно наращивают здесь количество людей, которые поддерживают в определенный момент ликвидацию Молдовы и объединение с Румынией. И поэтому граждане и против этого. Я прошу прощения, Людмила. И что касается экономики, я вас слушал, Евгений, внимательно. Что касается экономики, у нас потенциал экспорта в Российскую Федерацию в 24 раза выше, чем в Румынию. В 24 раза. И поэтому говорить о том, что у Румынии есть деньги, она будет когда-то покупать нашу продукцию, но это наивно. И у Румынии нет денег на инвестиции. Потенциал наших экономических отношений с Россией 1,5-2 миллиарда долларов в год. Это больше, чем все ваши кредиты и гранты в 5 раз. Нашему коллеге, что когда нам было сложно, Румыния это было то государство, которое выделило кредит Республики Молдова в размере 150 миллионов евро, из которых мы уже большую часть получили, два транша уже были. Румыния это было то государство, которое в этот период выделило программа, если на 100 миллионов евро для определенных секторов, из которых 20 миллионов уже были выделены на ремонт детских садов. Из этих 20 миллионов евро были отремонтированы и восстановлены практически с фундамента порядка 350 детских садов из Республики Молдова. Но я бы хотел спросить за этот период, когда нам было сложно, сколько мы получили помощи от Российской Федерации, если вы можете назвать цифру желательно в долларах или евро. Если можно, короткий ответ, идем дальше. Как нас они поддерживали, сколько мы помощи получили. Вопрос понятен, Влад, коротко. В отличие от вас, они хорошо знают цифры. Наши трудовые мигранты высылают в Республику Молдову ежегодно из Российской Федерации больше миллиарда долларов только через банки. В этом году наш экспорт в Российскую Федерацию вырос на 240 миллионов долларов. Если я сейчас начну говорить о мигрантов, которые нам высылают из европейских стран, из стран Европейского Союза, то это немножко другие цифры. А если вы возьмете еще и экспорт, сколько мы экспортируем сегодня в Европейский Союз, сколько мы экспортируем в Российскую Федерацию, то вас тоже ждет большое разочарование. Рассказываю. Более 60% экспорта идут в страны Европейского Союза. Я просила бы вас закругляться. Экспорт приоритетно растет также в страны Европейского Союза. За счет того, что вы закрыли российский рынок. А вы мне скажите тогда в 2008-2009 году и в 2007 году. Коротко цифры идем дальше. Рассказываю вам 2015 год. Расскажите 7-8 год. Это ваша власть. Когда Зинаида Гречана была премьер-министром. Миллиард 200 миллионов. Вы одновременно будете со мной говорить, Евгений, я вас слушаю внимательно. В Российской Федерации. Давайте так, по очереди вопрос-ответ. А если можно, то закругляемся. Дайте ответ цифры. Я просто ответ расскажу. Я люди сами сделают в ВВД. 2015 год. Через Молдавские банки. Миллиард 200 миллионов долларов пришли из России. 660 со всех стран Запада. Две трети наших всех ремитенций, отчислений от мигрантов идут именно из Российской Федерации. И что касается структуры экспорта, это вам скажет любой молдавский производитель. В России сегодня наши товары востребованы. Европейский производитель полностью закрывает свой рынок. У нас нет места на европейском рынке у наших товаров. Я поняла вас. Спасибо. И последний вопрос. У нас времени, к сожалению, мало. Надо надеяться добру, что наши яблоки, нашу продукцию, сельскохозяйственную продукцию, которую мы экспортируем в страны Европейского Союза, на границе с Евросоюзом, ее не давят тракторами, не выкидывают из фур на обочины дорог. Я поняла. Евгений, я обещала. Все, давайте оба все уже. Давайте последний вопрос. У нас уже очень мало времени, мы перебираем. Смотрите, 2017 год, у нас выборы парламентские в 2018 году. Я не открою для вас Америки, если скажу, что очень многие считают, что уже подготовка к ним идет полным ходом. То есть очень многие партии действительно готовятся, предпринимают какие-то шаги. Эти выборы пройдут по смешанной системе. Она была проголосована. Здесь как раз был тот момент, когда вы нашли общий язык путем компромисса. Все-таки от унитарной перешли к смешанной. Скажите, пожалуйста, Евгений, многие говорят, что демократы на этом не остановятся. И намерены ввести в избирательный кодекс поправку в отношении двух туров, в отношении одномандатников. Об этом очень много говорят и очень многие этого боятся. Скажите, вот коротко, намерены или нет? Или не знаете пока? Сегодня то, что мы проголосовали, то есть. Сегодня не обсуждается изменение кодекса о выборах. Есть смешанная система. Должна быть создана группа по выработке одномандатных округов. Я сегодня затрудняюсь сказать, что если кто-то о чем-то спекулирует, то может это возможно есть и слухи. Об этом речь не идет, и вы сегодня пока ответите на этот вопрос. Я поняла, спасибо. Влад, у вас какая информация? Наш проект, который проголосовал парламент, предусматривал четыре очень важные принципиальные вещи, которые мы выдвинули с президентом в качестве условий, которые были включены в финальный, окончательный проект, который проголосовал парламент. Это один тур, то есть выборы с одного тура в каждом округе. Второе, это мандаты для диаспоры. Третье, это мандаты для Приднестровья. И четвертое условие было, я, прошу прощения, сейчас перевожу с Молдавского, вспоминаю его. Как бы то ни было, пока я буду вспоминать, принципиальное условие это выбор с одного тура. В любом другом варианте это не тот проект, который был проголосован. Если власть попытается предпринять... А вы исключаете, что попытается? Ну, сложно сказать, потому что наша власть привыкла выкидывать сюрпризы за одну ночь, поэтому мы не можем ручаться, что решаться они или не решаться и так далее. Поэтому будем решать проблемы по мере возникновения и реагировать на конкретную ситуацию. Не добавляется впервые? Предоставляет слово и вы не хотите ничего добавить? Мы через ночь ничего не выкидываем никогда. Мы действуем последовательно всегда. Мы выполняем наши предвыборные обещания, те обещания, которые были даны во время избрания нового правительства. Мы выполняем те обязанности, которые взяло на себя правительство. Они никак не расходятся с теми ожиданиями, которые сегодня ждут от нас граждане Республики Молдова. И вот лучшую оценку тому, что делается, дадут сами граждане Республики Молдова. Я думаю, что на самом деле подготовка уже к этим выборам идет полным ходом. Я думаю, что уже 2018 год нас рассудит. Хотя, кто знает, мы живем в Республике Молдова. Никогда нельзя исключать, что у нас могут быть проведены выборы досрочные. Что могу вам сказать? Судя по беседе в нашей студии, у меня почему-то отпали всякие сомнения, что осень нас ожидает очень жарко. И даже если не намереваетесь бороться и спорить, я думаю, что все-таки этого избежать не удастся. Потому что обстановка сегодня в стране такая, что народ хочет жить лучше. И он, по-моему, заслуживает этого права. Спасибо, что пришли. Спасибо, что беседовали. Приходите к нам еще, будем разбираться. Мы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин